Добро пожаловать на горячую летнюю баскетболизацию! Сильнейшая команда Самары и губернии, Космос, готовится принять участие в финале межрегиональной любительской баскетбольной лиги на уровне ПФО. Нет, конечно, надо там первой забереть. А дальше как-то пойдет. Ночная баскетбольная лига. С такими яркими звездами темноты можно не дождаться. Федя, твое главное назначение, главная задача на этом подмире – получить третье удовольствие от баскетбола. 13 июня в Оренбурге стартуют матчи финала межрегиональной любительской баскетбольной лиги в Приволжском федеральном округе. Среди 11 претендентов на единственную путевку во всероссийский финал победитель Тольятти Азот чемпионата Самарской области – Самарский Космос. Баскетболизация побывала на одной из последних тренировок чемпионской команды перед важным выездом в Оренбург. Концовка самых весенних месяцев – апреля и мая – получилась особенной для Космоса и его многочисленных болельщиков. Самая посещаемая и, возможно, в том числе поэтому самая результативная команда любительского чемпионата губернии завоевала сначала Кубок Приматова, выиграв золото дивизиона «Самара», а затем стала сильнейшей и в финале четырех Тольятти Азот чемпионата Самарской области. Это первые большие успехи Космоса на любительском уровне. В преддверии старта в финале Приволжского федерального округа рассуждаем о козырях команды с одним из ее снайперов – Максимом Казанцевым. Это команда, можно сказать, друзей. Мы все очень давно друг друга знаем, где-то на разных уровнях там играли вместе и друг против друга. Поэтому там, если, например, у нас на площадке какие-то разногласия, мы легко договориться, можем друг другу. А так, ну, защита хорошая и мы бросающая бегущая команда, то есть у нас, если взвинчиваем темп, то просто тяжело соперникам стремится. Эти слова, они актуальны вот на предстоящий турнир на уровне ПФО? Так мы стиль-то не будем, наверное, менять, конечно. Учетом того, что нет Зеленина, которым много трешек может попасть, это не опасность для нас? Нет, ну, конечно, там ротация неполная, но мы как-то это будем по-другому компенсировать. Мы найдем какие-то ключи к победе. Соперников уже изучал? Некоторых мы там знаем, не весь состав, но приблизительно мы понимаем, что к чему и как играть. Нет, ну, конечно, надо там первое забыть. А дальше как уж пойдет. Если у Максима за спиной многолетнее баскетбольное прошлое, то следующий наш герой такого бэкграунда не имеет. В этом и особенность любительского варианта игры. Здесь найти себе важную роль в команде может не только крутой баскетболист. Живой пример Алексея Федосеева у вас перед глазами. Ну, можно сказать, я мотиватор такой, когда им не хватает какой-то вот запала, огня, чтобы взорвать эту площадку. Стараюсь найти слова для них, потому что сам был когда-то молод. Ну, получается, тащим чемпионов. Одно очко, три очка – это было на волевых. Вот это, наверное, и здорово, что в любительском баскетболе можно быть таким игроком и абсолютно являться частью команды, а в нужный момент и сыграть так, как, может быть, с этого не ждут. В профессиональных командах эту роль играет тренер, второй тренер. Есть специальный состав, тренерский штаб, который разделяет функции, тактику, физподготовку, медсостояние, моральное состояние. Здесь, как бы, играющий тренер, можно сказать. Вернемся к региональному финалу МЛБЛ. На групповом этапе соперниками нашей команды станут Атом из Сарова и Стихия из Лениногорска. Из этого трио две сильнейшие команды выйдут в плей-офф. Остальные расклады и подробности у главного тренера команды. Уровень ПФО – это следующий уровень. Мы на нем еще ни разу не играли. Нам важно себя проверить. В то же время настроим максимальный боевой. Первая задача, которую мы должны решить, это выйти из группы. Для того, чтобы выйти из группы, нам нужно выиграть хотя бы одну игру. Лучше выиграть две, чтобы попасть на более легкого соперника дальше. Те, кто реально могли бы нас усилить, поехать не смогут. Более того, к сожалению, один из наших лидеров и снайперов, Иван Зеленин, также не сможет поехать, потому что он уехал с командой Титишек, Комп Космоса на сборы в Анап. Так что мы едем только своим составом. 12 человек – все те, которые играли в сезоне. К сожалению, нет Зеленина, но и нет тех, кто усилит. Но, тем не менее, мы, пожалуй, та команда, которая играет достаточно разнообразно. У нас, если нет одного лидера, то я надеюсь, я верю, что расстроятся другие игроки. Так что это нисколько не является оправданием или чем-то, что может ослабить наши цели, снизить наши ожидания и неудачи. Остается лишь добавить, что чемпион Самарской области принимает участие в региональном финале впервые с 2016 года. Баскетболизация болеет за нашу команду и желает ей успеха в Оренбурге. Ночная лига 3х3 – совместный проект Федерации баскетбола Самарской области, а также двух спортивных клубов «Космоса» и «Поколение». По состоянию на середину июня ночного в этой лиге не так уж и много. Как правило, матчи в парке Гагарина успевают завершиться до наступления темноты. Но ранней весной, когда все только начиналось, смеркалось раньше, а сами игры проходили на закрытой площадке спорткомплекса «Локомотив». С тех пор осталось неизменным главное. Туры проходят несколько раз в неделю, а заявиться в турнир может практически любой желающий. Все остальные важные нюансы лучше всех знает Сергей Негерев. Лето, пора событий уличного баскетбола. В этом турнире может принять участие любой абсолютно игрок, любитель. И это показывает статистика. То есть к нам приходят ребята совершенно с разных клубов нашей области. И любители, и те, кто занимается профессионально в разных спортивных клубах. Особенно она тем, что лига очень получилась растянутая. То есть мы ее играем почти три месяца уже. И победители, точнее топ-20 игроков этой лиги получат денежные призы от РФБ. Всего 21 тур. Сегодня мы играем 18-й тур. На этой неделе, в пятницу, мы сыграем 19-й тур. Дальше 20-й. На следующей неделе мы подведем, так скажем, некий итог. И что самое, наверное, главное событие для наших ребят, которые здесь принимают участие, в финальном туре победитель получит право участвовать в стателлите, который пройдет, то есть это стателлит, это такой достаточно высокого уровня соревнований, который пройдет в каком-то из городов России, где будут профессиональные уже команды. У нас некоторые профессиональные команды тоже принимают участие на очень высоком уровне. Баскетболизация обратила внимание на то, что ночная лига 3х3 собирает на одной площадке совершенно разных людей, которых по иному поводу едва ли удалось бы увидеть рядом. Объяснение можно найти в наличии призового фонда. Например, сильнейший игрок турнира получит порядка 18 тысяч рублей. Но есть и другие важные для игроков факторы. Что конкретно привело сюда некоторых из них, узнаем прямо сейчас. Охота денег, просто побольше заработать. Есть чем заняться летом. Получить летнее удовольствие от баскетбола. Вообще я пришел поболеть за красивый баскетбол. Я считаю, что здесь собрались хорошие игроки. Я хочу не знаю, что сказать. Ищу кандидатов в сборную, но пока никто ко мне не подходит. Не подходит под мои критерии. Поэтому пока что никого нет. Один парень, Кирилл Фролов есть. Только его пока просматриваю. Подходит под формат сборный. Баскетболизация желает ночной лиги переходов в круглогодичный формат. И на этом прощается с вами. Лето – время неожиданных встреч. Так что скоро увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...